Я хочу представить своего очаровательного со-модератора, это Александру Юрьевну Юсупову, который является доцентом кафедры иностранных языков, и сегодня она тоже будет одним из наших докладчиков. Коллеги, успешной работы! Спасибо большое, Анна Алексеевна. Я в свою очередь хочу представить, естественно, и нашу гостю очаровательную Беликову Анну Алексеевну, старшего преподавателя МГУ ИРАНХ и главного специалиста службы внешних коммуникаций РТ. Сегодня мы будем работать в паре. Ну и, конечно же, я очень рада приветствовать всех гостей и представителей нашего университета, и представителей множества других организаций. Не буду перечислять все города. Я боюсь кого-нибудь не учесть и обидеть. Я очень рада, что мы имеем возможность вот уже второй день подряд говорить на очень актуальные и важные для нас с вами темы. И надеюсь, что мы все с вами не только узнаем что-нибудь новое, но и получим массу удовольствия. Ну что, начинаем. Первым нашим докладчиком является Крубакова Елена Викторовна. И так произошел казус не иначе, как специально. Дело в том, что вот на этом слайде, я даже сама того не подозреваю, конкретизировала то место работы, которое актуально на сейчас, но которое, к сожалению, уже не актуально на сведениях в программе. Я работаю в Российском технологическом университете, поэтому первое слово моего доклада – технологии. Институт этот, аббревиатура его МИРЭА, кроме того, то есть Московский институт радиотехники, никак не радиовещания, электроники и автоматики. То есть все связано с процессами работы, поэтому я под технологиями буду понимать инструментарий как набор процессов в противовес методике, как набор конкретных приемов. Материал, который я выбрала, связан не только с временем моей работы в МИТРО, Московском институте телевидения и радиовещания Останкина, но и в процессе 20-летнего срока работы на отделении журналистики Нижегородского государственного лингвистического университета, ректор которого сегодня присутствует и также будет делать доклад. Будем мы с вами говорить о том, как конструируется образ современной российской власти в отечественных СМИ. И я очень рада тому, что мне предоставили эту площадку, чтобы получить контекст тех коллег, которые знают, как это осуществляется в СМИ международных. И прежде всего следует обратить внимание на то, что при медиакратии, а нынешняя эпоха – это эпоха власти СМИ, предъявление политической действительности в СМИ играет огромную роль, так как медийная версия реальности оказывается очевиднее событийной по вполне понятным причинам, потому что на событии присутствовали очень немногие, а то, как это событие транслирует и конструирует СМИ, связано с тем, какие интересы есть у акторов информационного процесса. И власть позволяет себе быть корректной и компетентной в реальных действиях не настолько полно, насколько об этом могут в случае особого характера заинтересованности рассказать и показать СМИ. Иначе говоря, средства массовой информации конструируют в сознании рецепиента образ власти, сообразуясь с конкретными целевыми установками. Целевые установки конструирования образа власти в СМИ могут определяться двумя акторами. Это представителями власти или, иначе говоря, слугами народа, и объектом и субъектом власти. Это одновременно, я думаю, здесь и юристы в данном случае подтвердят мою мысль. То есть народ — это и субъект власти, и в то же время объект, на который представители власти направляют свои действия. Целевые установки могут быть разными. Мы обращаем внимание только на позитивные целевые установки. Мы не рассматриваем такие версии, которые, например, представители оппозиции, формальные или неформальные, демонстрируют, может быть, даже используя инсинуации. Это общественное спокойствие, это конструктивное взаимодействие власти и общественности, это развитие общества. Очевидно, что определяющую роль в данном случае играет журналистика как социальный институт, являющийся медиатором между властью и обществом. То, какие целевые установки окажутся в основе профессиональных действий журналиста, определит не только информационную составляющую обещание в массы, что в конечном итоге будет формировать общественное мнение массовое сознание населения, но и влиять на отношение власти к ее подконтрольности средства массовой информации и, без сомнения, на положение страны на мировой арене. Я предлагаю вам несколько примеров для того, чтобы мы увидели, сколь некорректно средства массовой информации создают образ власти и отдельных ее представителей. Эти примеры взяты, ну, хронологически они от нас отдалены, и в данном случае я обратила внимание на то, с нижней строчки имеет смысла смотреть, то, каким образом, некорректно и неграмотно, причем делая определенные выводы, выводы, вносящие смуту в умы, подают средства массовой информации содержание каких-то международных событий. Итак, Росбалт 30 ноября 2015 года, когда вы помните, что произошло вот это вот резонансное убийство нашего посла, мы помним, что из-за гибели одного человека могла начаться, например, Первая мировая война, правда, там не одного человека, а супруга и супруги. Ходорковский говорит, и об этом агентство Росбалт сообщает, Путину и Эрдогану есть что обсудить. Ну, такой интригующий заголовок. Московский комсомолец буквально больше, чем через полтора часа дает просто скандальный заголовок, скандальный, за который можно привлечь заклевету это средство массовой информации. Путин будет избегать Эрдогана на саммите в Париже, заявил Песков. Песков так не заявлял, он говорил о том, что не запланирована встреча, а что будет избегать, это уже, ну, после этого, конечно, и не только после этого наш президент сказал о том, что его пресс-секретарь иногда не Федпургун. Новая газета, буквально через несколько минут, пишет и это на новостных лентах тоже помещается, Путин отказался встречаться с Эрдоганом в Париже. Ну, это более конкретный заголовок, но мировая общественность следит за тем, какова будет позиция лидера России. Следующий информационный повод тоже декабрь, тоже, вернее, 2015 год. Джо Байден, госсекретарь США, и вот здесь не важны минуты, не важны секунды, но обратите внимание, здесь можно смотреть сверху. Телерадиокомпания «Звезда» дает такой заголовок. Байден признался, что предпочел Порошенко собственной жене. А вы помните, что он всего лишь сказал о том, что он с Порошенко чаще общается и звонит Порошенко чаще, чем собственной жене. Дальше Владимир Маркин, официальный представитель Следственного комитета России, просто вообще написал имя Гюльчитай, первоначально было Гюльчитай. Я даже полезла в словарь, поскольку не знаю, как это имя пишется, но перепроверяла, вот перед тем, как формировать эту презентацию, проверяла везде Гюльчатай. То есть исправили все, но вот того, что сказано, уже не исправили. Не знаю, по этой ли причине Владимир Маркин в отставке, его заменила очаровательная женщина. Но, да, что интересно, он это сделал в своей публикации в Фейсбуке всего лишь. И это очень обидно, что журналистский корпус занимается тем, что шерстит всякие в Фейсбуке, вы меня извините, да, всякие. Как будто больше незачем следить. А почему? А потому что журналист не может выразить собственное мнение, ему легче зацепиться за чужую глупость, и тогда, пожалуйста, мы с вами должны вот это все оценивать. И оказалось, что пресса Украины была более нейтральна и, в общем-то, фактографично точна. Байден чаще звонит Порошенко, чем своей жене. Жене, в общем-то, досталось больше всех. Но получается, что телерадиокомпания «Звезда», вот, знаете, что она в нас, как в реципиентах, нашла, что мы согласимся с этой позицией, почему решено вот таким образом относиться к реципиенту, совершенно непонятно. Причем это 15-й год. Вот все, что происходит сейчас, я просто, сохраняя здоровье, я не могу смотреть. Я не могу смотреть дольше трех минут. И в конечном счете, либо ты заражаешься этим, либо ты, ну, просто начинаешь переживать за то, что это у нас разрешено. А это не должно быть разрешено. Следующий повод. Да, я извинилась, что беру только наш отечественный материал, но получилось, что несколько поводов, прямо скажем, международных. Песков прокомментировал заявление Каира по крушению. Да, здесь тоже важно время. Здесь смотрим снизу. РБК, 1358. Кремль прокомментировал отчет Египта по крушению. Далее, российская газета, наша официальная газета, деловая газета, через шесть минут пишет, в Кремле не прокомментировали выводы Египта относительно крушения. И уже агентство «Ревнум» в 14.09, прямо через пять минут, Песков прокомментировал. Все-таки прокомментировал. Ну, я про Нижний Новгород все-таки скажу. Хотя создается впечатление, что зачем мне было тут ради нескольких слайдов закачивать презентацию. Обратите внимание, что говорить о региональных средствах массовой информации. А они же смотрят там, что разрешено наверху, и получается. Тоже смотрим сверху. Агентство «Про город НН» пишет, ура, население Нижегородской области увеличилось на 33 тысячи человек. За год это же очень неплохо. Дальше, открытый Нижний. В области умерло на 9 тысяч человек больше, чем родилось. Тот же день. И, наконец-то, комсомольская правда в Нижнем Новгороде. Татьяне Владимировне, значит, Михайловой поклон. С начала 2015 года в Нижегородской области родилось 33 281 человек. Значит, к первой строчке возвращаемся. Все-таки увеличилось, но, извините, а умерло на 9 тысяч больше, чем родилось. И получается, что оказывается, что мы должны думать, и пусть лучше журналисты нам не мешают думать, мы сами как-нибудь. Один факт найдем, другой факт найдем, третий факт найдем. Поэтому, когда меня студенты сейчас спрашивают, как, Лена Викторовна, вы относитесь к тому, что будет у нас вот не интернет, а рунет, да? Ой, и еще одно. Это вот просто из самолета. Из самолета. Я просто пущу по рядам газету. Вот эта газета, в принципе, неправильно сделана. Так нельзя. МК и Московские новости не будут этого делать. Но здесь все дельно. Вот я попросила в самолете газету именно РБК. То есть Росбизнес-консалтинг, они фактографичны, экономичны. Застройщики нашли способ сократить число судебных исков от покупателей жилья. Безо всякой заманухи. Значит, о, застройщики думают, что покупателям жилья в конфронтации, значит, покупателям жилья что-то удается. Каким будет российский общенациональный аналог Википедии, это кронету, интернету. Я поэтому говорю, сколько хотите, ограничьте нас. Умный человек всегда поймет, где что взять, где на чем сделать акцент. Поэтому невозможно мыслительную деятельность завершить. И почему депутаты Государственной Думы редко голосуют против. Вы хотите эту газету почитать? Я почему говорю, я пущу ее, придам. Вот такую газету. Кстати, российскую газету я тоже взяла. Я ее оставила вчера, не помню где. Мне понадобилось 3 минуты посмотреть о чем. Это политинформация. Мне очень жаль, что 10 минут истекли так быстро. Мне очень жаль Елены Викторовны, но, к сожалению, вот на последний момент человек, вот для очаровательной Елены Викторовны я согласна отдельно сделать прям презентацию. Но мы договорились с кофе и с Анной Павловной. А, да, хорошо. Да, мы это сделаем. Но я буквально два слова хотела бы сказать. Вот по поводу шерстить Фейсбук со стороны журналистов. Вы знаете, на самом деле не хочу как бы всегда защищать, но вынуждена выступить адвокатом в данной ситуации. А что делать журналистам, если сейчас вообще вся сфера информативной журналистики перемещается? У нас же появились здесь даже термины. Твиттер-журналистика, твиттер-дипломатия. Понимаете? Если лидеры стран сейчас основную информацию подают через социальные сети, а через что эту информацию должны получать журналисты, поэтому здесь не журналисты шерстят. Здесь на самом деле вот эти обвинения, на мой взгляд, в сторону журналистов, они иногда голословные, потому что мы не учитывая те тренды и тенденции, которые есть в обществе. Как будто у нас общество вот здесь, а журналисты это вот другая планета. Они живут и себе сами что-то там придумывают. Это все, естественно, взаимосвязано в первую очередь. Это первый вопрос. Дальше. По поводу кто быстрее что сообщит, не сделал или не сообщил или сообщил. Сейчас скорость это самый главный, к сожалению, к счастью, самый главный критерий, по которому оценивается работа, допустим, новостной бригады. Быстро, быстро, быстро. Это главный критерий работы новостной бригады. Даже если это не проверено. Давайте что-нибудь бросим, а потом. То есть война началась. Ой, нет, она не началась. То есть здесь получается, что... Ну, здесь нужен компромисс. Здесь нужен компромисс между... Сейчас мы, допустим, раньше мы говорили о трех достоверных источниках, сейчас мы говорим о двух источниках. Но, тем не менее, все-таки здесь вот компромисс. Но случается, что ради скорости очень часто что-то сообщают. Уважаемые себя СМИ сообщают дальше. Ранее сообщенная информация не подтвердила. Ну, и так далее. Вот нам побольше таких журналистов, как Анна Алексеевна. Ой, моя хорошая. Если вы так продолжите, я просто вас никуда не отпущу. Я, кстати, на минуточку член Союза журналистов. Давайте спросим еще о аудитории. Возможно, есть аудитория вопроса. Буквально один-два вопроса, потому что Елена Викторовна особо нами любима. Нет, все любимые. Ну, я к вам бы имею в предыдущем. Горячая тема. Я надеюсь сделать статью, когда я раскрою вот эти вот основные положения. И, в общем-то, есть, конечно, случаи, когда можно власти подыграть. Вот когда на Пятом Арктическом форуме Владимир Владимирович сказал, что нам на импортозамещение выделяется 600 миллиардов рублей, а ему там подсказывает 1 миллиард рублей, он сказал, около 1 миллиарда рублей. Я просто смотрела эту трансляцию, я не на Фейсбуке смотрела. Я потеряла аппетит. Я подумала, зачем мне это показали? Я-то так вот верю. Вот сколько сказано, так и есть. Между 600 и 1 разница огромная. То есть, получается, почему вот надо позиционировать положительный образ власти? Ну, надо как-то, я не надо проконсультировать или надо что-то, что-то надо. Ну, в общем, не знаю. Я не знаю. Хорошо, спасибо большое. И, Виктор, возможно, у вас возникнут еще вопросы, мы к этому вернемся. Я бы хотела сейчас попросить не с целью провокации, а действительно с целью осведомления нас по определенной теме, выступить Жанну Викторовну Никонову, ректор Нижегородского государственного логистического университета имени Добролюбова, по теме «Речевая провокация как основной инструмент коммуникативного воздействия в современной мировой политике». Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие студенты. Наша секция, она междисциплинарная. И когда мы говорим о политической лингвистике, мы имеем в виду и политологов, которые занимаются изучением политической коммуникации через речевые практики, через язык, а также лингвистов, которые есть представители крайне консервативной науки. Лингвистика, как и археология, изучает следы, оставленные человеком. Только археологи изучают артефакты, а лингвисты изучают тексты. И изучение этих текстов – очень кропотливая работа. Там нельзя иметь какие-то приблизительные выводы. Они должны основываться на выводах научных и на том, что они имеют определенный статистический вес. То есть это не один языковой факт, а их много, и они свидетельствуют определенной тенденции. Когда мы сегодня говорим о речевой провокации, мы ее рассматриваем с разных сторон. И почему данный вопрос актуален? Современная эпоха, как вы понимаете, характеризуется не только своими прорывными достижениями в различных отраслях экономики и международного сотрудничества, но и новыми вызовами и угрозами. К ним относятся принципиально новые возможности манипулирования массовым сознанием, порождающие такие новые реалии, как информационные войны, информационное оружие, фейковые новости. Новость само по себе, слово, должно нести значимую для человека информацию. Они вдруг становятся фейками. Вопрос, кому это нужно и зачем. Но тем не менее реалия, которая требует изучения. И форум, серьезный форум, в том числе в лингвистическом аспекте, который сейчас проходит, форум по глобальной безопасности. Вот буквально неделю назад закончился у нас в Нижнем Новгороде на базе нашего вуза форум по лингвистической безопасности, где мы очень детально и со всех сторон рассматривали то, как через язык проникают вещи, которые становятся очень опасными для жизненных процессов и государства, и общества, и отдельного человека в частности. Манипулятивные речевые практики являются... И в своем как раз выступлении я хочу коснуться буквально трех вопросов. Это теоретические основания. Исследования, одна серьезная наука не обходится без научной парадигмы, в рамках которой исследуется то или иное явление. Методология, эмпирический материал и, собственно говоря, результаты, к которым я пришла в своем исследовании. Приступая к исследованию речевой стратегии провокации, я опиралась на две фундаментальные базы. На теорию политической лингвистики, которые достаточно хорошо уже разработаны в исследованиях тех ученых, которые приведены на слайде. Особенно здесь хочется отметить исследование Чудинова, который внес большой вклад в разработку отечественных основ политической лингвистики. И методологии, собственно, методологии очень удачной, очень эффективной оказалась теория лингвистической прагматики, в частности, ее центральное ядро, теория речевых актов. Именно элокутивное содержание тех или иных речевых актов дало основание выявить объективно то, как данная стратегия реализуется. При, в общем-то, рассмотрении явления речевой провокации я исходила из того понимания политической лингвистики, которая является вторым, то есть вы знаете, да, что два понимания. Первое понимание политической лингвистики как совокупность речевых практик в области политической коммуникации, то есть все тексты собираются въедино, это и есть политическая лингвистика, и они изучаются. На самом деле это самостоятельное, уже комплексное научное направление, и предметом исследования в данном случае является политическая коммуникация, то есть речевая деятельность, ориентированная на пропаганду тех или иных идей, эмоциональное воздействие на граждан страны и побуждение их к политическим действиям для выработки общественного согласия, принятия в основании социально-политических решений и так далее. И в данном случае основная цель политической лингвистики – исследование многообразных взаимоотношений между языком, мышлением, коммуникацией, субъектами политической деятельности и политическим состоянием общества, что создает условия для выработки оптимальных стратегий и тактик политической деятельности. И в этой связи обращаю внимание на следующие вещи. На то, что у политической коммуникации есть свои дискурсивные особенности, и к ним относятся такие факторы, как агональность, театральность, эмотивность, стратегичность и обращенность. И фактор обращенности, в моем исследовании, становится главным. Под ним понимается когнитивный процесс планирования адресантам своего дискурсивного поведения, направленного на корректировку фрагмента модели мира адресата. И в этом отношении материалом исследования наиболее интересным может служить как раз жанр парламентских дебатов. Почему? Вот здесь приведены дефиниции как раз основных понятий, к которым мы обращаемся. И, в общем-то, от этого я буду исходить. Значит, почему жанр дебатов парламентских? Данный жанр является в современной политической лингвистике одним из самых показательных. В этом жанре максимально реализуется основная функция политической коммуникации, а именно воздействие на массовое индивидуальное сознание людей, принимающих политические решения, с целью оказания влияния на распределение и использование власти. Являясь повседневной практикой совещательных органов государственной власти, парламентские дебаты наглядно демонстрируют специфические дискурсивные особенности политической коммуникации. В широкой интерпретации речевая провокация понимается как создание условий для того, чтобы адресат проявил себя в той или иной реакции. В нашем случае речевая провокация понимается в узком смысле слова как манипулятивная коммуникативная стратегия, побуждающая партнера к речевым реакциям, которые могут повлечь за собой нежелательные для него последствия. Например, получение информации, которую собеседитель не желает сообщать добровольно, либо дестабилизацию его эмоционального состояния. И вот на это я сейчас хочу обратить ваше внимание. Если мы в политической коммуникации рассматриваем типичную ситуацию адресант-адресат, то имеется в виду дестабилизация эмоционального состояния адресата для того, чтобы адресант получил из этого максимальную выгоду. В жанре парламентских дебатов все не так просто. Там адресат имеет свою специфику. И в данном случае налицо сложный многоплановый характер, включающий не только непосредственных коммуникантов парламентской аудитории, его мы называем эксплицитный адресат, но также и слушающих, имеющих возможность следить за дебатами в национальных парламентах и в СМИ. Его мы называем имплицитный адресат. Все, я уже почти закрылась. Спасибо. Это двухвекторная, обращаю внимание, обращенность парламентской коммуникации, определяет и регулирует стратегии речевого воздействия в данной сфере. В частности, управляет действием стратегии речевой провокации, которая является эффективным орудием политиков-ораторов в борьбе со своими оппонентами за влияние на массовое сознание. В общем-то, исследовали мы не просто, коллеги, парламентские дебаты, а еще в немецком Бундестаге. Нас интересовали немецкие политики. Что нам удалось выявить? 17,5 тысяч фрагментов текстов было проанализировано. Это протоколы, стенографические протоколы дебатов с 2016 по 2018 годы. И выявлено, что максимально частотной тактикой для реализации стратегии речевой провокации является косвенное обвинение. Это то, о чем говорила как раз Елена Викторовна частичное, то, что звучало в других докладах. Это самая частотная речевая провокация. Когда на человека навешивается некий факт, в котором он должен быть повинен, а он может даже о нем и не знать. Вот, например, посмотрим. Один из ораторов говорит, «Дети умирают в Йемене». Там на немецком языке мы исследовали, но для общего восприятия на русском есть перевод. «Дети умирают в Йемене». «Канцлер, вы действительно хотите продолжать снабжать саудовцев инструментами для их убийства под предлогом готовности Европы к компромиссу?» И если есть здесь знатоки немецкого языка, они поймут, что хоть здесь есть максимально приближенный перевод, «вы хотите». На самом деле глагол «волен» в немецком языке – это глагол истинного воли изъявления самого человека, есть его сущность. И употребляя достаточно редкий глагол вообще в политической коммуникации, и именно вот навешивая некий факт обвинения на человека, получаете ситуацию, когда он никогда уже от этого не отмоется. Даже если он и не хочет, даже если… Но это уже прозвучало. Эта тактика обвинения, косвенного обвинения, бездоказательно, она звучит, и человек сделал это первый, и все. Так делают с Россией в Европе. Навешивается некий факт, который отрицать уже потом очень трудно и практически невозможно. И вот здесь приведены наиболее частотные языковые средства, которые как раз маркируют реализацию данной речевой стратегии в политическом дискурсе в Германии. Следующая тактика – требования. Когда достаточно серьезно с политической трибуны звучит требование приступить немедленно к каким-либо действиям и так далее, это достаточно резкая такая тактика. Но она в немецком парламентском дискурсе работает очень хорошо. Немцы, как сказать, статистика показывает, что они прибегают к ней максимально часто. Есть еще тактика возмущения. Небольшой процент, как вы видели, около 16%. То есть есть и тактика насмешки. Самая, как сказать, по частотности минимальная, но тоже достаточно хорошо работает у политиков. Таким образом, сделали вывод мы на основании исследования о том, что в немецком парламентском дискурсе преобладают скрытые формы речевой провокации. Нет доказанных фактов, как это было, например, во времена Холодной войны много лет назад, когда звучали факты, они были проверены, и было такое явное противостояние нескольких систем. Сейчас вправду вкрапляется ложь, даже нет чистой лжи. Вот так вот все переплетено. И когда я говорила, фактор обращенности в парламентских дебатах играет, в общем-то, самую главную роль. Почему? Потому что эффект, который хочет получить политический оратор, он, собственно говоря, не лежит в плоскости адресата, он лежит в плоскости тех, кто смотрит эти дебаты, та публика, которая стоит вовне. И вот эта изощренность, в общем-то, обусловленная спецификой парламентских дебатов, дает такой эффект. Во-первых, это самая главная политическая парламентская площадка. Во-вторых, вот если серьезные политики какие-то используют факты, значит, так оно и есть. На самом деле бывает все по-другому. И для всех присутствующих, прежде всего, для студентов, которые обучаются международным отношениям, лингвисты делают такой вывод, что нужно очень сознательно относиться к тому, что ты говоришь, что говоришь, где говоришь, когда, по какому случаю. И если в отношении тебя применена практика речевой провокации, на нее можно отвечать только таким же языком, языком фактов. Эмоции здесь не включаются. Там есть еще дальнейшие исследования о том, какие реакции оказываются успешными и неуспешными в этом противостоянии. Самыми неуспешными является реакция эмоций. Эмоционально на это реагировать нельзя. Только языком фактов. Или встречных вопросов. В общем-то, коллеги, все, благодарю за внимание. Спасибо большое, Жанна Викторовна. И разрешите мне вопрос. Можно я задам как раз вопрос? Ну, вам можно, конечно. Дело в том, что я лицо практически заинтересованное и преподаю немецкий язык. А, знаете, как хорошо. Я думала, что уже практически никто. Теоретический дискурс, он для меня особенно интересен. И, конечно же, главный вопрос к вам. Почему? Почему вы, изучая вопрос речевой провокации, обратились именно к Бундестагу, именно к немецким политикам? Почему вы рассматриваете речевую провокацию именно вот в этом немецкоязычном культурном поле? Первый вопрос, или первый ответ, он лежит на поверхности. Потому что это самый доступный практический материал. Стенограммы Бундестага выходят, как положено немцам, периодично, хорошо, вывешиваются на сайте Бундестага. Есть видеозаписи, но мы сознательно не используем видеозаписи. Почему? Потому что это мешает чисто лингвистическому исследованию. Когда мы идем на поводу у жестов, у мимики, у просодии, мы оказываемся иногда в ловушке. А нам нужно выявить чисто лингвистические средства. Иногда они бывают в политике очень говорящими. Например, если мы сейчас приедем к нам в Крым, то самые доступные будут магнитики с видом Крыма. И там написано «Наш Крым». Кто хочет, читает, будет доволен. Это самое главное эффективное средство дипломатии. Для того, чтобы некие особо важные политические сферы не привлекали агрессивного внимания стороны разных людей. А крымчане очень гостеприимны, они рады всем. И для того, чтобы свести к минимуму разные реакции у разных людей, которые просто туда приезжают отдыхать, они сделали такой языковой лингвистический реверанс в адрес всех. Они писали «Наш Крым». Кто хочет, тот и ваш. Вот здесь то же самое. Когда мы берем текст, мы должны понимать, что вот в этом фрагменте эта коммуникативная ситуация сигналит именно об этом. Соответственно, каждый фрагмент мы рассматриваем в большом коммуникативном поле. И чтобы сказать, что это, например, была стратегия речевой провокации, мы ее должны посмотреть с точки зрения реакции. И самое главное, она должна быть эксплицирована там. То есть должно быть четко понятно, что речь идет именно об этом речевом акте. Возмущение, насмешки, обвинения и так далее. Это очень такой кропотливый процесс лингвистического исследования, но он дает свои положительные результаты. В качестве практического основного результата это перечень языковых средств, которые как раз говорят о том, что здесь та или иная стратегия и тактика. И, конечно же, это не просто какой-то хаотический политический дискорс. Это четко структурированные вещи. Там видна политика, там, в общем-то, видны и субъективные какие-то характеристики ораторов Бундестага. А как вы полагаете, имеются ли какие-то национальные черты, чего провокация? Конечно, конечно. А что характерно именно для немцев? Как я говорила, статистика упрямая вещь. Немцы, политики, любят обвинять. Ведь они первыми обвинили, все, они застолбили эту область. Попробуй отмойся. И так делают очень многие европейцы. Если мы говорим о Евросоюзе в целом, а немцы все-таки они как бы у руля, там во многих сферах стоят. И еще главная характеристика, здесь в данном докладе она не высвечена, но тем не менее. Немцы это делают иногда, как мы это называем, достаточно вежливо. Даже если они обвиняют, то в отличие, например, от российского парламентского дискурса, где мы очень много будем видеть инвективные лексики, в общем-то, оскорбительных слов, оскорбительных выражений, здесь этого нет. Здесь даже если делается то же самое, что делается в российском парламентском дискурсе, делается аккуратно и вежливо. Жанна, буквально кратко, поскольку у нас тут прыжок нескольких политических... Да, куда-то коммуникации. Любитель, пожалуйста. Нет-нет, я присоединяюсь просто к этому кружку, но хотел бы еще наших зрителей к этому присоединиться. Мне не так давно пришлось сделать доклад, как раз, где просмотрели исламскую, на самом деле, тематику, но как раз я вспомнила про случай Хост Зейхофер. В 2018 году он министр, получается, именно он хаймет министр, ну, что-то типа внутренний дел и по родине, главный по родине, если мы дословно переведем его должность. Так вот, он в свое время на вопрос, принадлежит ли дословно, да, Гейгода ислам к дочлам, то есть принадлежит ли, вот дословно, я уж извините, переведу, принадлежит ли ислам Германии, ответил, ну, да, у нас есть немецкое наследие, христианское наследие, но ислам не принадлежит. Эту фразу взяли? Оп, сухой. Да, и очень активно вынесли в газеты везде, что Зейхофер заявил, что ислам не является частью Германии, хотя он потом добавил, ну, у нас очень много, на самом деле, жителей Германии, которые исповедуют ислам, это все обрубили. Вот в данной ситуации мы можем конкретный случай рассматривать, так, в случае чего провокация, и со стороны кого? Это дальше уже с пресса, или те, кто осветили это событие, либо он сам это умышленно сделал, то есть как акт, чего провокация просто мне интересно. Для того, чтобы ответить на ваш вопрос однозначно, мы должны посмотреть это в широком контексте. И на самом деле те, как сказать, цели, которые стоят у говорящего при употреблении тех или иных языковых средств, иногда непонятно самому говорящему. Он реагирует в той ситуации. Я думаю, что здесь его была непосредственная реакция. И он прав, он просто не нашел нужных слов, ему нужно было добавить лишь одно слово – исторически. Если бы он сказал исторически, к нему бы потом так не идти. Ну, либо его бы обрезали. Поэтому, да, но когда мы учим наше подрастающее поколение международников, в первую очередь, в современных условиях, мы должны показывать вот такие вещи, что нужно, это информационная война, она ведется по правилам военных действий, и у тебя должно быть ответное оружие. Ты не можешь, как политик, остаться, в общем, безоружным, особенно защищая, в данном случае, свой народ и даже тех немцев, которые исповедуют ислам. Здесь нужно понимать, что мир изменился, реалии изменились. И здесь мы говорим о том, что, да, политики, современные международники – это высокообразованные люди, люди, владеющие речевыми стратегиями, тактиками на все 100%. Да, поэтому, конечно, лавровыми не рождаются, но становятся. Я предлагаю следующую эфессию, Александр, посвящать прямо немецкому политическому дискурсу. Мы только за. Я думаю, мои коллеги меня поддержат. Пожалуйста. Спасибо. Благодарим Жанну Викторовну за интересный доклад. И далее мы движемся по нашей программе. Я приглашаю нашего коллегу, позволю себе такую... Коллега Ельич, я все нашел. ...приверанцев в адрес Московского государственного института международных отношений МИД России, Кричков Дмитрий Александрович, заведующий кафедрой английского языка, номер один, со своим докладом о профессиональной социализации переводчика международника. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Хотел бы начать, прежде всего, конечно, со слов признательности организаторам за приглашение. Очень приятно участвовать в этом форуме. И, конечно же, за то гостеприимство, которое нам оказывают. Ну и мне очень приятно также отметить, что одним из модераторов нашей сессии является Анна. Мы с ней немножечко знакомы. Правда, обычно наша встреча проходит в другом формате. Она является участником какого-то мероприятия, а я сижу в кабине и перевожу ее. Это мой голос, на самом деле, на всех языках. Ну, не только на русском и на английском. Пока, пока. Но вот сегодня формат нашего взаимодействия будет другой, но говорить я все равно буду про перевод. И в этом отношении мое выступление, конечно же, выбивает из общего ряда тех тем, которые у нас сегодня есть. Это не столько лингвистика, сколько в лучшем случае прикладная лингвистика. И само сообщение будет немножечко другим. Не будет каких-то глубоких теоретических положений, не будет глобальных выводов. Я свое выступление построю на результатах того небольшого исследования, которое я провел, который нам поможет понять, как переводчики входят в профессию. Это будет немножечко такое Алиса в зазеркалье. Мы посмотрим с другой стороны, как сами переводчики видят свое вхождение в профессию. Сразу хотел бы извинить перед вами два момента. Первый – это темп речи. Я, в принципе, говорю быстро. Когда нужно в 10 минут втиснуть то, что я думал будет минут 15. Это первое. Надеюсь, будет не очень сбивчиво. И второе – диаграммы. Поскольку результаты исследований будут представляться в диаграммах, они очень часто себя ведут просто неприлично на чужих компьютерах. Если что-то будет съезжать, я как-то как смогу, так и расскажу вам. Переводчики имеют непосредственное отношение к международным процессам. Мы сами это все прекрасно понимаем. А как в вашем понимании? Что такое международник? Вот когда вы слышите, что дипломат международник, какие у вас ассоциации с этим словом? Хочешь что-нибудь? У Сергея Викторовича сразу. Лавров. Да. Лавров – это человек, знающий. Это фигура. Человек, который может отстоять Россию и так далее. На самом деле, в отношении любых профессий есть какие-то штампы. Нам всем хорошо известен штамп. Писатель, инженер человеческих душ. Есть похожий штамп и про переводчиков. Про международников, прошу прощения. Допустим, очень часто в выпускниках МГИМО, в выпускниках факультета международных отношений говорят дилетант широкого профиля. Не буду говорить про дилетантство, но про широкий профиль нам с вами, преподавателям языка, преподавателям перевода, известным как никому другим. Потому что именно на наши плечи возложена задача научить наших будущих специалистов общаться в различных сферах, в которых им предстоит общаться. Разумеется, переводчики не исключение. Они должны уметь общаться во всех сферах. Здесь, разумеется, не все они указаны. Но ничего нового я вам не сказал. Понятно, чего здесь исследовать. На самом деле, переводческая подготовка – это не только язык. Когда мы с вами говорим о подготовке переводчиков, мы должны иметь в виду огромный комплекс других аспектов, который очень часто не учитывается. И вот моя задача стояла посмотреть, насколько то переводческое образование, которое мы даем, соответствует вызовам нашего времени, насколько оно актуально. Это делалось еще и потому, что МГИМО подписал меморандум с ООН, меморандум о взаимопонимании в области подготовки переводческих кадров. И вопрос качества этой подготовки стоит регулярно. Вот я провел небольшое исследование. В нем приняло участие 101 человек из 30 программ приблизительно, из различных стран, в которых я попытался посмотреть, насколько наше образование не только в России, но, как вы видите, в других странах соответствует тому, что требует от переводчиков, в том числе международников, хотя сразу говорю, переводчик-международник – это небольшая условность, я объясню почему. Вы видите виды программы, обращаясь ваше внимание на раздел «Другие», это не пренебрежительное отношение, на самом деле в эту категорию подпадает, например, высшая школа перевода Герцогского университета Питера, одна из ведущих переводческих школ. Поэтому здесь не следует относиться так пренебрежительно к этому разделу, здесь программы доп. образования, повышение квалификации, очень серьезная, на самом деле, подготовка. Ну, вот как я и говорил. 29% респондентов являются специалистами, на которых перевод не является основной работой, которые совмещают перевод с другой деятельностью. И говоря о сферах, вот я заявил в теме международник, но международник – это очень условная штука. Например, работая на разных форумах, в том же на питерском экономическом форуме, у тебя может быть 5 сессий в день, это экономика, потом политика, потом культура, это все абсолютно разные сферы, и это все международник. Когда говорим о тех участниках, которые приняли участие в моем опросе, это были люди, работающие и международных отношений, и с промышленным производством, с атомной энергетикой, с медицинским переводом, рекламой маркетинг, юриспруденцией, электротехнией. То есть вы видите, что очень большой охват тем, с которыми работают наши переводчики. Итак, первый вопрос, один из первых вопросов, который я задал, насколько они удовлетворены тем, как подготовила их программа к переводческой деятельности, насколько комфортно им было входить в эту специальность, как проходила специализация. Отрадно, что практически все сказали, что в той или иной мере да, они довольны. Есть несколько человек, которые программу не учитывают, не отображают в диаграмме, которые говорят, что не подготовила совсем их программа к переводческой деятельности. Но это, видите, скорее исключение. Забавно несколько комментариев, которые я хотел бы отметить. Один из респондентов сказал, я не считаю, что программа по переводу должна или может в полной мере подготовить переводчика к профессиональной деятельности. Очень забавный комментарий, а что же мы тогда с вами делаем в аудитории со студентами. Еще один комментарий в том же стиле. Программа в УЗИ не рассчитана на подготовку полноценных переводчиков. Тоже очень печальный комментарий, но это скорее меньшинство. Следующий момент, какой из компонентов переводческой программы показался наиболее важным с точки зрения профессиональной деятельности. И вот что отмечать. В принципе, вполне себе предсказуемо. Все практические занятия, они здесь указаны. Удивительно, что мастер-классы и семинары представителей профессии отметили, поскольку я, сколько я не присутствовал на таких мероприятиях, ну это обычно такие гастроли в духе, мы к нам приехали на час. И очень редко имеют какой-то практический выхлоп. Но тем не менее, переводчики, принявшие участие в этом опросе, говорят, что это им также как-то помогало встраиваться в профессию. Наименее важный компонент, мы позже отражены, все теоретические дисциплины, вот они, об этом чуть позже еще поговорим. Написание выпускных работ, то, за что я, допустим, у нас есть программы, научным руководителем которой я являюсь, подготовка переводчиков для международных организаций. Я пытаюсь изжить написание магистрских программ, мне, разумеется, это не дают. Вот подтверждение тому, что, в общем-то, для практической деятельности, как правило, это имеет не самое важное значение. Забавный комментарий номер пять, переводчики отмечают, что практические занятия по родному языку им не пригодились при вхождении профессии, что полностью противоречит тому, что они сказали чуть позже, об этом я, надеюсь, скажу. По поводу перевода на иностранный язык, сразу объясню, почему я включил этот вопрос. Допустим, если взять такую международную организацию, как ООН, переводчики там работают только на родной язык. Исключение составляют китайская и арабская кабины, где работают в обе стороны. Поэтому традиционно во многих переводческих вузах учат прежде всего переводить на родной язык. А с родного языка, ну, как пойдет. Поэтому мне было интересно, насколько это сейчас существует практика, потому что нужно понимать переводчик в одну сторону, это не рабочий переводчик, это инвалид. Если мы готовим переводчика для Министерства иностранных дел, он никогда не будет работать только на одном языке. Он будет работать с нескольких языков и в обе стороны. Как мы сами видим, у большинства такой перевод был, но у четверти переводчиков, которые приняли участие в вопросе такого, курса не было. И это серьезный недостаток. Нужно понимать, что это нужно менять. Одна из целей моей презентации – показать, чего нам не хватает в наших переводческих программах, и что можно было бы улучшить. Следующий вопрос – синхронный перевод. Был ли курс синхронного перевода? Традиционно это считается таким элитным видом перевода, не каждый на него способен. На полях отмечу абсолютная ерунда, и зайца можно научить курить, если есть необходимость. Как правило, такого перевода нет. Но, видите, у современных переводчиков ситуация меняется. Оказывается, что у большинства такой курс был. Да, навыки пригодились. Но вот у 22% пока такого курса нет. Далее входил ли в учебный план курс, запятая здесь появилась, потому что я кое-что вырезал, извиняюсь, не устранил ее, курс по работе с программами обеспечения. Объясняю, что это такое. Очень часто современные письменные переводчики пользуются такими программами, которые называются CAT tools, Computer Assisted Translation Tools. Их еще называют кошками, потому что аббревиатура CAT. В современном мире без этого нельзя, даже в такой консервативной организации, как ООН, есть такая программа, которая называется ИЛУНА. Без этого невозможно в современном мире работать письменным переводчиком. И ужас, у большинства нет такого курса. В лучшем случае даются мастер-классы. Работать полноценно при таком образовании будет сложновато на рынке. Будет то рынок международных организаций, либо если вы работаете фрилансером, так называемым. Следующий момент касается редактирования текста. Это очень важная история. Вот мы вчера обсуждали с Анной, когда после вчерашней сессии один из моментов связан с тем, что у современных студентов не очень хорошее чувство стиля. И высказывания в духе «казак кричал он человеческим голосом», вспоминая «есенний марафон» фильм, если вы помните, все чаще и чаще встречаются. Умение редактировать крайне важно. Важно еще и потому, что, допустим, возьмем Организацию Объединенных Наций. На каком-то этапе переводчик переходит в категорию «саморедактор». То есть он свои переводы никому не отдает, он их сам себе редактирует. Чтобы к этому прийти, нужна соответствующая квалификация. Чтобы такая квалификация появилась, к ней нужно готовить. Был ли у наших студентов такой курс? Ответ отрицательный. У 64% таких курсов нет. И в рамках занятий по переводу, редактированием, саморедактированием, либо редактированием чужих текстов никто не занимается. Поэтому мы сами имеем то, что мы с вами имеем. Посмотрим на заголовки в прессе. Прошу прощения, что кидаю камень. И в печатной СМИ, и в медийных. Тема «Рема» отсутствует как класс. Фраза «ребенок в машине» наклейка на автомобиле считается нормальным. Хотя по правилам положено «в машине ребенок». Потому что коммуникационный центр в слове «ребенок». Об этом никто не знает. И не умеет, и не видит эти ошибки. Вот одна из причин отчасти. Потому что мы этому не учим сами. Маркетинг. Умеют ли переводчики позиционировать себя на рынке и продавать себя? Нет. Если правильно помню, не умеют. Да, я не ошибаюсь. И об этом они говорили в одном из следующих этапов исследования. Об этом тоже чуть позднее скажу в двух словах. У меня есть еще целых три минуты. Нет, нету минуты. Но я скоро закончу. Профессиональная этика. Очень важный аспект. Мы на него очень часто не обращаем внимания. А он включает в себя обширный спектр вопросов. Отманок простых. Например, приходя в кабину синхронного перевода, вы не можете носить никакие бряцающие украшения. Вы не можете носить ничего шуршащего. Вы не можете хлюпать в кабине, когда вы пьете. Это нужно все уметь и знать. Вы не можете приходить в кабину с духами, с одеколоном. Потому что пространство один на один. Вы ухо к ухо со своим коллегой. И это ужасно, когда в кабину ко мне приходят люди с ведром кофе. Я запах кофе в принципе не приношу. Но тут ничего не поделаешь. Вот какой-то должен быть способ у переводчиков взбодриться. Вот это все является частью таких моментов. Нельзя. Очень важный момент, когда мы с вами говорим о каких-то переводческих проектах. Там очень много этических вопросов, когда работают команды переводчиков. И этому тоже нужно учить. Об этом нужно говорить. Потому что если об этом говорить, люди просто об этом не знают, не задумываются. И была ли этика? Была. Но на самом деле многие считают, что этому специально учить не нужно. Выйдешь в профессию, сам сам научишься. По крайней мере так чувствовали люди, которые принимали участие в этом опросе. Еще дадите минуту одну? Конечно. Какие добрые свои модераторы. Спасибо большое. Мягкие навыки. Одно из самых модных понятий в современном лингвистике и методике на самом деле. Это те надпрофессиональные навыки, которые позволяют успешно принимать участие в профессиональной деятельности. Если говорить о переводчике, это и терпеливость, потому что, господи, прости, с кем только не приходится работать, и с каких клиентов только не бывает. Это толерантность. Это владение языком тела. Это очень важно, когда ты работаешь последовательно, допустим. Умение решать проблемы. Я неоднократно сталкивался с ситуацией, когда ты приходишь в кабину, у тебя одна консоль на двоих и одни наушники на двоих. И ты должен выцарапать как угодно, потому что через 15 минут у тебя лавров. Если лавров придет, а перевод квакающий, ну это странно, согласитесь. Это тоже нужно уметь делать. В большинстве своем переводчики сказали, что те переводческие программы, которые они закончили, помогали им так или иначе в выработке этих мягких навыков. Но очевидно, что что ГАКи закручивать мы с вами умеем, как преподаватели, это также способствует мобилизации наших студентов, пособствует их развитию способности решать какие-то проблемы. По поводу работы в конкретной сфере, я уже сказал, что это практически невозможно специализировать столько международных отношений, потому что международные отношения огромный пласт вопросов затрагивает. И большинство со мной согласно считает, что да, конечно, должна быть определенная заточенность, но тем не менее переводчик должен обладать универсальными навыками, которые позволят ему работать с большим кругом вопросов. Поделюсь небольшим наблюдением, как-то работая во Владивостоке на экономическом форуме, проходя мимо коллег, работающих в кабине, а там всегда перевод транслируется, я с ужасом понял тему, какую они переводили, это была горнодобывающая промышленность. И я представил, что если я сяду в кабину с горнодобывающими какими-то вот этими штуковинами, ну это будет, наверное, катастрофа, потому что нам не дают расписание заранее. Мы приходим в 8 утра, нам говорят, у вас сегодня секция такая, такая, такая. И подготовиться невозможно, потому что у тебя одна секция в одном конце корпуса, а следующая секция в 15 минут бега, не ходьбы, а бега в другой, поэтому подготовиться физически невозможно. Именно из-за этого переводчик должен иметь очень широкое образование и иметь очень большой охват в своем арсенале, переводчики с этим согласны. Так, ну, наверное, это уже не нужно. Важный момент касается наставника. Вот то, чего мы с вами не додаем, очень часто приходится брать на начальных этапах работы в профессии с помощью наставника. Вы видите, у кого-то он был, замечательная диаграмма. 44 сказали, что да, 56 сказали, что нет. Синенькие, это 56. Те, кто сказали, что наставник им помогал, отмечали области, в которых помогал. Ну, во-первых, подготовка к мероприятию. Как ни странно, наши выпускники не всегда понимают, как правильно готовиться к тому или иному мероприятию. Не всегда понимают вопросы цены образования, как себя продавать. Те люди, которые работают фрилансерами на рынке, им это тяжело удается. Вопросы с редактированием и проверкой переводов, это тоже ложилось на плечи наставников у молодых переводчиков. Ну и вопрос, касающийся программного обеспечения. Тоже наши выпускники, поскольку не имеют соответствующего образования, им приходилось пользоваться помощью наставника. Те, кто не имели наставника, испытывали серьезные трудности, опять-таки, с выходом на рынок, с вхождением в новые темы, с умением себя пробегать и с отсутствием доверия со стороны клиентов. Рынок перенасыщен, переводчиков готовят в каждой подворотне, ну или, по крайней мере, утверждают, что готовят. Поэтому переводчику, начинающему с хорошей подготовкой, очень часто бывает тяжело найти свою нишу. Все, наверное, я после говорить-то могу еще долго. Дмитрий Александрович, во-первых, я хочу сказать, что на самом деле те студенты, которые готовят Дмитрий, приходят ко мне и сразу же вступать в первое занятие на английском языке даже не задумываясь. То есть я говорю, ребят, мы будем занять, проводить на английском языке со спикером, англоговорящим, я могу на любом, но, во всяком случае, человек будет только на английском языке абсолютно без проблем. И те, действительно, навыки перевода, которые он передает, я уверена, уникальны. Потому что мы не будем называть конкретный город, но для нас уже с Димой стал таким нарицательным. Это город, в котором он переводил, слыша себя одновременно, слыша своего коллегу арабоговорящего рядом, который переводил. И еще вдобавок, я не знаю, там танцы, музыка, еще раз. На все блокабельки вот посадили, вот так вот перед, и переводили все. Вот это на самом деле высококласснейший переводчик. Хотя он, конечно, тут поскромниче сказал, что там горнодобывающий, я уверена, он в любой ситуации выйдет победителем просто благодаря своему высочайшему уровню профессионализма. Я к чему это все так нахваливаю? Потому что в следующий раз, когда он будет меня синхронить, в кавычках, чтобы там сказал, не важно, что я буду говорить, он просто скажет, милая, красивая, вы, пожалуйста, хлопайте в любом случае. А, ну, очень хорошо переводить, ну, очень тяжело, потому что, как вы заметили, она говорит еще быстрее меня. Это мой грех. Коллеги, буквально один-два вопроса, я не могу его без вопросов отпустить. Прошу, есть какие-то? Да, думаю, да. Будете, будьте, да. В какой-то мере мы с вами коллеги, две подворотни, где готовят. Вы уж извините, у вас та еще подворотни, доложили вам. Но, у нас, конечно, я понимаю, что переводчиков-международников это касается в последней очереди, но нас пугает, что переводчик это вымирающая профессия. Как вы к этому относитесь? Это первое. Второе. Вот у вас вышла вопрос в опросе выпускников, что бы они сделали, убрали бы такие предметы. Вот так как раз убрать периоды перевода, убрать теоретические дисциплины. Вы как профессионал высокого класса сами как к этому относитесь? По поводу вымирания. Ну, это, наверное, неизбежно. Будут какие-то сферы, где переводчики-люди будут не нужны, будут переводчики программы. Совсем недавно появилось сообщение о том, что скайп запустил синхронный перевод. Мои коллеги пытливые проверили. Извините за жорганизм, ржу не могу. Потому что то, что сейчас делает скайп, пока это абсолютно не подается никакой, качество пока нехорошее. Но есть сферы, где переводчики уже справляют электронный хорошо. В том, что касается международных отношений, ну, ближайшие лет 10, 15, наверное, 20, это вряд ли будет. Это настолько чувствительная сфера. Доверить машинам, которые можно хакнуть, которые можно извлечь секреты, а ведь переводчики, работающие на высшем уровне, мы сами понимаем, имеют доступ ко всем секретам. Я сам, я всегда студентам в качестве разрядки ситуации даю примеры своей практики, когда работал на нашем представительстве при ООН, и мы объявляли, признавали независимость Абхазии. Я когда-то сработал там переводчиком, припосредствии меня закрыли на шестом этаже, где нет на интернете ничего снаружи, когда я переводил письмо Пангимуну тогда президента Медведева. Потому что боялись утечки, что если я буду работать на обычном компьютере, используя интернет, на мои крики дайте словарь, и сказали, там стоит. Только они забыли сказать, что там словарь стоит не с русского на английский, а с английского на русский. Вот, поэтому в ближайшее время, мне кажется, на высшем уровне перевод будет осуществляться людьми. Хотя, допустим, общаясь с ООНовцами, они говорят, ну да, лет через 10, скорее всего, у нас будет все меньше и меньше. Но это реальность, с которой нужно готовиться, и в этой связи вызывает некоторое количество переводческих программ, которые возникают по стране. С геометрической прогрессией множатся переводческие вузы и программы. Как-то в одном вузе даже было политолого-экологический институт. Что это за такой кентавр? Непонятно. Но там тоже готовят переводчиков. Это странновато, на самом деле. Второй вопрос в отношении теоретической дисциплины. Вопрос, на самом деле, сложный. Признаюсь, я сам, как руководитель научной программы, пытаюсь изжить все теоретическое, что можно, чтобы максимально оставить практический компонент. В магистратуре всего лишь три практических семестра, а ребята приходят с различной подготовкой, и мне нужно их научить переводить. Но, с другой стороны, справедливо другая точка зрения. Мы недавно разговаривали на одной из конференций с переводчиком Путина, который говорит, реагируя на вопрестудентов, зачем нам физкультура переводчикам, зачем нам то. Он говорит, представьте себе ситуацию. Вы в зарубежной поездке с президентом, в кортеже машин десять. Переводчик едет в первой машине, вы в десятой. Переводчик прибывает на место, дверь открывается, вы через секунду должны быть там, а вы в десятой машине. Вам нужна физкультура? Нужна. Вы должны прибежать и, не запыхавшись, начать транслировать. Поэтому, что пригодится, что не пригодится, вопрос очень такой непростой. Но, чистосердечно признаюсь, каленым железом, вот сейчас у меня следующая цель, жертва, это убрать стилистику английского языка. Каюсь перед вами, преподаватель этого еще не знает. Понимаете как, мы даем это по-прежнему в очень теоретизированном виде. Даже не в объеме, а вид в теории, переводчикам-практикам нужен минимальный. Они должны уметь понимать, почему так это правильно, но как это изменить. А коль скоро, пока нет желания у наших теоретиков меняться, подстраиваться под требования, которые существуют, я буду вынужден. Простите, преподаватель, который об этом еще не знает, вы первый. Да, я должен буду это делать, потому что, ну иначе, это трата времени для переводчика, к сожалению. Галина Васильевна, у вас был вопрос, нет? Потому что, ну, был один вопрос. Где-то рекомендируется такое положение, что когда вы работаете в синхроне, тема обязана, или то, что та организация, которая вас приглашает в качестве синхрониста, вам предоставить какие-то описанные документы, на основании которых вы могли вам легче сделать? Wishful thinking. По-английски это называется? Нет, ответ. Все считают по неизвестной мне причине, что переводчик – это говорящая голова, в одно ухо влетело, автоматически само изо рта вылетело. Люди не понимают, что мы можем даже не знать по-русски, что это такое. Вот я привел пример горнодобывающей промышленности. Я, правда, имею очень смутное представление. А учитывая, что, допустим, взять большие форумы, да, Питерский экономический форум, Владивоксовский экономический форум, фестиваль молодежи и студентов, мы получаем расписание свое, в лучшем случае в первом часу ночи, если ты в это время не спишь. А в худшем случае в 8 утра. Ну что, даже если там что-то принесут, ну что я смогу сделать, если мне нужно успеть добежать? Нужно понимать, что опять-таки большой форум. Вот я опять-таки студентам рассказываю. Первый день, в 8.30 ты начинаешь работать, у тебя есть перерывы на обед, перерывы на ужин, ну заканчиваешь ты в 00.10, тебя выносят из кабины в машину, привозят в 8.30 утра, тебя привозят назад в кабину. В этот день тебе говорят, ура, товарищ переводчик, у тебя работа всего лишь до 18.00, но ты, извини, работаешь без перерыва. И тебе приносят обед в кабину. Ты ешь в кабине, пока твой коллега работает. На третий день тебе говорят та же самая ситуация, всего лишь до 6.00, но тебе забывают принести обед. И ты весь день сидишь на шоколадках. Я буду успевать готовиться? Я не буду успевать готовиться. К сожалению, потому что культуры общения с переводчиком у наших заказчиков нет. Они не понимают, что нужно заранее, хотя бы накануне вечером прислать выступление, тезис. Хотя бы презентацию, даже если она такая слепая, вот как у меня, где одни цифры, 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 хотя бы будут понимать, куда ты пойдешь. Я могу открыть какую-то тему, посмотреть, что есть про это. Нет, нигде не регламентировано. И это одна из самых больших наших проблем в практической работе.